Универсальный план действий против вооруженного противника на основе Байхэ. У нас был такой вопрос. Слушайте, в принципе можно поискать что-то в сети. Я, честно говоря, еще пока не искал. Но я не уверен, что мы прям найдем буквально вот такие вещи. Просто, ребят, смотрите, когда западные какие-то клубы, западные школы что-то снимают, то обычно это связано с авторским правом. И такие видео у нас уже банили. Если я возьму часть таких видео, западных каких-то, штатовских, немецких, еще каких-то, то мне предъявят. И скорее всего это видео закроют, и вы его все равно не увидите. Когда мы берем китайцев, китайцы такие вещи, по крайней мере, пока не снимают. За исключением так называемого мастера Вонга, вы его легко тоже найдете, и его канал, этот чувак снимает что угодно и как угодно. Экспрессивный такой чувак, который может все просто, ну, кажется, по крайней мере. Такой Нео Джеки Чан, скажем так. Вот, но, кстати, его видео тоже нельзя брать, потому что, короче, китайцы сами по себе это не снимают. И китайских видео таких, наверное, скорее всего, я думаю, что я не найду. Почему? Китайцы четко работают под спрос. Значит, если они хотят что-то продать, они будут работать, ориентироваться на максимальный спрос. А максимальный спрос сейчас не байхэтчуальн против ножа, а как бы так вот научиться боевому чего-то, да еще здоровье поправить, да еще там волшебства, чтобы было много и так далее. Вот это сейчас и снимается. Это востребовано, это снимается. Пожалуйста. Вот, поэтому я не знаю, я постараюсь что-то посмотреть, что-то такое найти там и так далее. Ой, кстати, слушайте, ребят, я совсем забыл, к первому вопросу, если возвратимся немножечко, там же было написано еще документальные фильмы о путешествиях по бойцовским местам Китая, спарились с представителями реставрированного Ушу, там и так далее, да. Ну, во-первых, да, обратите внимание на то, что ключевое слово реставрированное. Еще раз напомню, что мастеров в материковом Китае, ну, скажем, не очень много, и люди, которые ездят к таким мастерам на какие-то семинары, на какие-то обучения, да, чаще всего это люди, которые там побывали там неделю. Еще раз приехали на неделю, и еще раз там, например, на неделю. Ну, три, ну, четыре такие поездки, ребят. Вот это офигеть мастер, научился офигеть мастер. Вот с чем мы сейчас имеем дело чаще всего. Люди, которые подолго живут в Китае, они вынуждены там, скорее всего, работать, да. Я не думаю, что большинство таких людей, это мальчики-мажоры, которых снабжают деньгами папу, маму, не знаю, родственники какие-то, которые могут себе позволить проживать в Китае и обучаться постоянно там, да. Мальчики-мажоры, просто по опыту скажу, имеют совершенно другие приоритеты в жизни, и это, как правило, такие вещи не входят в их цели, да. Поэтому там надо работать тогда, получается. А работать вы там кем можете? Вот посмотрите в Ютьюбе, как, например, выходцы из славянских стран устраиваются в Китай. Посмотрите. Вы увидите, что не так много профессий вам открыто. И не так клево вы будете жить в Китае, чтобы себе позволить еще и тренироваться как-то стоящее. Вот. В особенности существует большая разница в географическом положении. Там, где вы сможете себе неплохо, как вы считаете, неплохо зарабатывать в Китае, это, скорее всего, не будет места, где вы сможете еще и неплохо заниматься каким-то боевым направлением. То есть парадокс все равно. В этом смысле все поездки, все докфильмы, которые мы вот видим, да, люди там поехали куда-то, к какому-то охренеть волшебному мастеру и сняли об этом очередной фильм. Потом поехали к другому и сняли там фильм и так далее. Ну, слушайте, даже не хочу это комментировать. Это все равно, что, ну, я не знаю, ездить по деревням, например, и считать, что вы едете вот к мастеру-ложечнику, да, какому-нибудь, который на ложках хорошо играет, к балалайшнику какому-то мастеру и поехали и так далее. Ну, какой он мастер, он всю жизнь сидел на завалинке, триндел на этой балалайке, пел с крикучим голосом, ну, и, конечно, да, годам к 60, ну, условно его можно с натяжкой назвать мастером-балалайшником, да, и к нему могут приехать люди из Москвы, записать его на аудионоситель какой-то, да, и распространить по ютюбу. Охренеть, мастер. Но ребята с музыкальным образованием посмотрят на этого мастера и скажут, ну, хорошо, что просто не спился хотя бы, да. Вот, наверное, так.